Живём ли для Господа живём? Умираем ли для Господа умираем? Успение Божьей Матери Последнее, что мы узнаём о Пресвятой Деве Марии из Святого Евангелия, это слова Господа, обращённые со креста к Его любимому ученику, апостолу и евангелисту Иоанну Богослову. «Се, Матерь Твоя!» И с этого времени продолжает Евангелие. Ученик сей взял её к себе. И хотя Священное Писание не доносит до нас сведений о дальнейшей жизни и блаженном успении Пресвятой Девой, Церковь бережно хранит предания о её жизни после воскресения Христова. Согласно церковному преданию, Святая Дева жила в доме у апостола Иоанна в Иерусалиме. Она часто любила уединяться для молитвы на Елеонской горе близ города. И вот однажды, когда Пресвятая Богородица горячо молилась своему Божественному Сыну, явился ей Архангел Гавриил и возвестил, что по прошествии трёх дней она отойдёт ко Господу. С великой радостью приняла эти слова Пресвятая Дева. Больше всего на свете Матерь Божия любила своего Сына и всей душой стремилась к Нему. И вот, наконец, между ними должна была разрушиться последняя преграда. Это духовное горение замечательно выразил апостол Павел. «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Единственное, о чём Богоматерь молитвенно просила своего Божественного Сына, дать ей возможность проститься с апостолами, которые разошлись с евангельской проповедью по всему миру. И вот накануне Дня Успения Богоматери апостолы Христовы чудесным образом были перенесены в Иерусалим к Дому Девы Марии. Апостолы были несказанно счастливы увидеть Матерь Божию, а Она приветствовала их, говоря, «Господь привёл вас сюда для утешения моей души, которой предстоит, как требует того смертная природа, скорое разлучение с телом. Уже приблизилось предопределённое Мне, Моим Создателем, время». Апостолы с печалью отвечали ей, «Во время Твоего пребывания на земле мы, Владычица, утешались, взирая на Тебя, как на самого Владыку и Учителя нашего. А теперь, лишаясь Твоего присутствия, как вынесем тяжёлую скорбь, объявшую наши души». Богоматерь утешала апостолов и попрощалась с каждым из них. Когда же наступил момент расставания, вдруг разверзлось небо, и присутствовавшие увидели Христа в сопровождении святых ангелов и почивших праведников. Пресвятая Дева казалась погружённой в лёгкий сон, поэтому её представление называется «успением», то есть «сном». Христос принял на руки причистую душу Своей Матери и, сопровождаемый ангельским пением, вознёс её в небесные чертоги, а честное тело её было перенесено в Гефсиманию для погребения. Во время этого торжественного шествия Господь прославил Свою Матерь чудесным событием. Один иудейский священник по имени Афоний, проходя мимо погребальной процессии, исполнился ненависти к Матери Христа и решил опрокинуть Одр с её честным телом. Но только он дотронулся до Одра Пречистой Девы, как ангел Господень отсек ему руки. Обливаясь горькими слезами, несчастный начал просить помощи у апостолов. Тогда апостол Пётр сказал ему, что только сам Господь по молитвам Своей Матери может даровать ему исцеление. Афоний тотчас исповедовал свою веру во Христа как истинного Мессию и, обратившись с покаянной молитвой к Богоматери, приложил свои руки к месту отсечения, надеясь на милость Божью и заступничество Пречистой Владычицы. Молитва Афония была услышана. Он получил исцеление и последовал за Одром, прославляя Господа и Его Матерь. А свидетели этого чуда радовались о раскаившемся грешнике. По особому устроению Божию на погребении Богоматери не было апостола Фомы. Он явился лишь на третий день, и очень расстраивался, что не смог попрощаться с Матерью Господа. Он хотел поклониться телу Богоматери. Но когда апостолы открыли гробницу, тело в ней не оказалось. В тот же день апостолы сподобились чудесного явления. Они увидели Матерь Божию в небесной славе и в окружении множества ангелов. «Радуйтесь», — сказала Царица Небесная, «ибо я с вами во все дни». «Пресвятая Богородица, помогай нам», — воскликнули апостолы. Так с апостольских времен Церковь хранит предания о том, что Матерь Божия после своего успения была воскрешена Господом и взята с телом на небо. С тех пор она является усердной заступницей перед своим сыном за весь человеческий род, который в лице Иоанна Богослова был усыновлен ею при кресте Спасителя. Приблизительно с IV века начинается особое церковное празднование Дня Успения Божией Матери. Оно совершается ежегодно 15-28 августа и является последним в году двунадесятым праздником. О важности для православных христиан этого дня свидетельствует и то, что праздник Успения предваряется строгим двухнедельным постом, который так и называется Успенский пост. Во Успении мира не оставила Еси Богородице. Редактор субтитров А.Семкин